окей всем добрый вечер сегодня у нас семинар посвящен сегментации изображений и он невероятно короткий сегодня будет лекция у вас была длинной вроде да вот семинар будет короткий соответственно начнем так с предисловие что такое сегментация но по сути вы должны с помощью масок выделить те или иные объекты вообще в теории выделяется три понять три вида сегментации это семантическая сегментация instant сегментации и паноптической сегментации последний является совокупностью первых двух чем отличается instant сегментации от семантической сегментации в том что условно если мы сегментируем людей в семантической сегментации вот как на примере здесь у вас все люди они выделены красным цветом потому что просто этот класс имеет такую метку соответствующую в instant сегментации вы как бы выделить каждого человека как с классом person но при этом каждый отдельный человек у вас будет выделено отдельно то есть вы сможете например сказать что вот эта девушка это как бы отдельный человек который никакого отношения имеет вот к человеку переходящего дорогу вот в instant сегментации вы не сможете отделить конкретного человека от других людей вот соответственно это такое предисловие в instant сегментации вы можете отделить каждого объекта всеми семантической нет вот существует много множество методов сегментации сегодня вам рассказывали более такие продвинутые но как показывает практика и вообще они большинстве случаев крутится все вокруг юнета но юнет подобных архитектур вот и сегодня мы будем с вами как раз разбирать юнет для простоты значит давайте начнем запускать код постепенно что вам сегодня предлагается сделать здесь написано очень много кода который делает следующее он генерирует следующих картиночки пока нет вот вот они у вас есть 6 видов фигур слева как бы нарисовано то как они расположены опять же это случайным образом все сгенерировано а справа представлены соответствующие маска сегментации и в чем тут идея в том что каждый тип объекта мы отдельным классом размечаем то есть условно вот такое не до кружок это у нас синий класс плюсик это зеленый светлый зеленый и так далее и вот так вот вам тут приведены примеры того что мы нагенерировали то есть мы должны вот по левой картинке получить маску сегментацию вправо соответственно что мы здесь делаем по сути делаем все то же самое что делали до этого задаем датасет у нас до данном случае он будет называться sim дейтасет и на вход он получает дэйта это просто вот то что сгенерировано случайным образом вот с помощью вот функции сверху с ним вы можете дома ознакомиться если очень хотите и он возвращает по сути картинки размера 192 на 192 вот который я вам сейчас показал и в количестве каунт штук вот дальше но причем вот это дэйта как бы он из себя состоит это input images вот вот такие картинки и target mask который мы должны будем предсказать ничего сложного качестве при процесс здесь это то что мы передаем функцию которая будет преобразовывать картиночки вот гитай там тоже простой мы по индексу получаем изображение и соответствующие ему маску можем делать какой-либо трансформ связан непосредственно с картинкой причем когда уже речь заходит о instance сегмента да вообще сегментация детекции как если сейчас помните семинар когда мы с вами про аугментации рассказывали общались то если мы решаем задачи классификации то мы можем просто аугментировать картинку не совсем глупо и все будет окей с точки зрения уже сегментации детекции все намного сложнее почему потому что если вы как-то измените серьезно картинку например как-то shift и сделать какое-то или еще что-то хорошим вы еще должны преобразование соответствующее сделать над маской потому что иначе у вас задач не будет соответствовать здесь вам в рамках семинара для простоты при процессе на такой делается что просто нормализуется картинка и переводится в тензор но как бы и поэтому вот здесь я хочу обратить ваше внимание у вас вызывается и мы часов при процесс имидж а так бы как я говорил ранее вы должны были бы еще сделать при процесс отмазки вот тут вам просто упрощена немного задачка далее здесь все для вас должно быть знакомо вы уже какое там задание по нейросетям выполняете уже наверно собаку должны были съесть на этом ну по крайней мере хочется в это верить вот вспомним архитектуру юнета который вам сегодня до рассказывали по картинке специально в ноутбуке вы можете понять да почему юнет потому что ю-образная архитектура соответственно у вас есть входное изображение происходит какие-то преобразование то есть в данном случае это происходит свертки после чего они как бы сжимаются уже в какое-то маленькое представление по сути на самом деле но как бы это авто конди автокодировщик так называемый и если вы даже научите например нейросеть которая вот у вас сжала во что-то изображение а потом сможет его восстановить без потери какой-либо информации вы по сути сможете придумать свой метод сжатия картинки потому что у вас нужно будет 1024 там элемента чтобы описать это все дело но это опять же так немного авто соответственно идея автокодировщиков заключается в том что вы во что-то сжимаете потом это во что-то разжимаете и с этим начинаете работать то есть идея юн это повторюсь что мы сжали потом начинаем увеличивать обратно эту картинку и на выходе мы должны уже получить маску то есть на входе у нас было изображение здесь во что-то преобразовали уменьшили преобразовали в обратную сторону получили маску сегментации у нас здесь на примере приведено что у нас двухканальная но как бы две маски сегментации получается по факту у нас в данной задачи будет 6 почему 6 да потому что у нас вот этих типов объектов 6 и мы для каждого типа объекта будем предсказывать маску то есть по сути мы будем предсказать маску для квадратиков маску для плюсиков и так далее и потом их бума отрисовывать вот что здесь я хотел бы отметить на практике чаще всего вот тут какие-то свертки вам показаны на практике делается следующее что например возьмем тот же мобайл нет мобайл нет состоит из несколько резидиал блоков и они как бы в рамках этого резидиал блока вы имеете какой-то размер изображения после она происходит даунскил этого изображения и можно представить что на самом деле вот здесь у вас один резидиал блок тут 2 3 4 и потом вы уже в обратную сторону начинаете увеличивать картинки увеличивать картинки тоже можно разными способами первый способ это просто обсемплингом обычный обсемплинг подразумевает что это какая-нибудь били ней на интерполяции все в этом духе ну такой себе способ но сегодня мы будем использовать именно его более сложные подходы например это обратные свертки и как бы они тоже обучаемые можно еще что-то лучше сделать например когда раньше мы выдавали задание на сегментацию обычную мы просили делать как раз обратные свертки вот еще из особенностей юнета то что как я вам сказал что вы можете сжать картинку вот в 1024 элементы потом ее разжать но сто процентов и как бы очень много информации потеряете потому что как бы у вас картинка 572 ну вот здесь в примере 572 на 572 до может переумножить сколько это элементов и поделить на 1024 понять во сколько раз уменьшится картинка спойлер во много раз вот и соответственно чтобы вот эта информация не терялась то есть так называемые skip connection уже в юнете опять же вам наверное всем про них рассказывали то что мы по сути можем информацию с этого слоя передавать на соответствующий слой в слева кстати энкодер называется справа декодер с левого энкодера вы можете соответствующий слой справа в декодер передавать информацию также здесь тоже есть опять же для общего развития несколько подходов в классическом юнете подразумевает что вы конкатинируете фичи то есть вы берете вот фичу из декодера и к нему конкатинируется соответствующую фичу из энкодера есть так называемый segnet и в нем все то же самое практически за тем исключением что там происходит не конкатинация а суммируют две фичи но в segnet это сделано с точки зрения эффективности потому что как бы раз у вас конкатинация то у вас размерности больше больше элементов это вычислительные затраты но там конечно это происходит скорее потеря в качестве потому что все-таки суммирование то не конкатинации вы все-таки теряете какую-то информацию хотя это лучше чем ничего вот значит разобрали да с вами архитектуру юнета есть какие-то вопросы здесь отлично дальше что уже с точки зрения кода давайте это дело рассмотрим я вам сейчас это все на теории рассказал теперь код как я говорил что по сути вот этот энкодер мы можем представить как себе просто какой-нибудь backbone в данном случае вам предлагается взять раз над 18 причем при тренинной то есть на имидж на эти из обычного torch vision библиотеки что здесь делается мы по сути из torch vision и берем раз над 18 после чего вытаскиваем из него слои вот эти резидиал блоки layer 0 это как раз вот первые три слоя дальше с 3 по 5 и до 4 то есть по сути мы берем все кроме вот классификационной головы в конце и тут для вашего удобства люди посчитали какие там размерности происходит то есть по сути у вас 64 на аж на в два раза поделили w на 2 то есть уменьшилась картинка на первом слое в два раза потом она уменьшилась 48 1632 вот таким образом мы в раз найти уменьшили картин дальше здесь вам качеством абсэмплинга как и говорила билинейная интерполяция предлагается и с помощью нее мы будем увеличивать картинку в обратном направлении и также в классическом юнете еще предлагается делать свертки в данном случае здесь приведен конфлилу так называемый но на самом деле здесь ничего хитрого нет здесь представлена функция конфлилю это по сути секунд шел слой которая применяет конволюцию и потом рилу но это опять же чтобы соответствовать юнета архитектуре вот и дальше вот такие происходят свертки и в конечном итоге происходит последняя свертка которая как раз уже принимает 64 и выдает n-классов то есть по сути вот то что я вам рассказал что мы должны получить n этих масок сегментации вот это как бы с точки зрения мы в инициализации модели это все расписали теперь как это форварде у нас работает но на самом деле все то то же самое как и до этого я вам рассказал вот на это пока забьем посмотрим на это мы применяем то есть применяем layer 0 из-за реснета получаем какой-то output потом к этому и layer 0 применяем layer 1 и так далее да по сути мы вот с вами вот движемся отсюда вот сюда и вот мы до применялись доллар 4 то есть последний слой реснета применили все после чего в в юнете еще применяется с сверткой один на один один на один и мы получили конечный результат вот после этой свертки один на один все мы теперь находимся с вами вот здесь теперь нам нужно увеличить картинку обратно ну что мы берем мы берем выход нашего layer 4 и производим обцемплинг то есть в два раза увеличиваем картинку так как у нас на каждом этапе в два раза уменьшалась картинка за увеличение в два раза вот скейл-фактор отвечает в нн обцемплинге увеличили картинку отлично на вот x это у нас уже увеличенная картинка после чего мы для третьего слоя применяем свертку один на один и конкатинируем наш x с примененная один на один сверткой для третьего слоя что здесь происходит то есть по сути мы взяли вот этот output стрель предпоследнего слоя применили свертку один на один в данный момент мы здесь увеличили выход с четвертого слоя и берем конкатинируем вот эту штуку с тем что мы получили здесь на выходе понятно да вот отлично и по сути вот эту всю процедуру мы повторяем пока не дойдем до нулевого слоя все дошли до нулевого слоя а теперь вспоминаем то что я сказал в начале забиваем и вспоминаем почему я вам предложил забить по той причине что как бы в юнете еще предлагается вам как бы сделать свертки для оригинального изображения по сути они здесь и делаются вот сделали свертки и теперь вот эти те картинки которые мы с вами свернули оригинальные мы конкатинируем с последним выходом вот того что мы сейчас на обсемплили и потом применяем опять свертку и в конце применяем он фласт это так как как раз та свертка которая уже преобразует нашу вот эти фичи в н ну в данном случае n-класс масок сегментации с которым мы уже впоследствии будем работать таким образом мы уменьшили картинку сохранили фичи с декой с энкодера запихнули выход в декодеров с помощью конкатенации и вернули маски сегментации все понятное что здесь произошло на самом деле это как бы архитектурное решение и можно его на таком теоретическом уровне объяснить тем что но с помощью свертки на 1 1 на 1 мы как бы у нас здесь пространство энкодера с помощью декодера с помощью 4 к 1 1 мы по сути в той же размерности остаемся но при этом как бы можно преобразовать фичи чтобы они уже в декодере могли быть использованы ну как бы это такое вода архитектурное решение окей теперь как все это дело обучать ну наивный подход и в принципе большинстве случаев он может отрабатывать но спойлер нет это применение обычные кросс энтропии в данном случае раз у нас для каждого объект для каждого объекта отдельная маска типа объекта то это по сути мы можем использовать бинарную кросс энтропию и просто для каждого пикселя предсказывать он относится к соответствующему классу или не относится в принципе так и есть в большинстве случаев используются кросс энтропия бинарная для этого дела но как бы она бинарная кросс энтропия она все-таки работает на уровне пикселей а мы хотим еще как бы глобально рассматривать объекты то есть мы как-то должны понять вот эта маска глобально она насколько хорошо с граунд трусом пересекается они только по пикселям поэтому есть так называемый да и слоз да и слой с это что-то типа жаккара расстояние жаккара но немного модифицирована значит если коротко то дай слоз он на себя представляет единицу минус дайс коэффициент дайс коэффициент у нас вычисляется следующим образом что мы пересекаем нашу предсказанную маску с граунд трус маской и делим на сумму этих двух масок что такое вообще сумма двух масок но не совсем по той причине что сумма двух масок это не объединение двух масок до удвоена эта штука да да и поэтому как бы у вас сверху появляется коэффициент 2 вот почему это сделано потому что чтобы это было дифференцируем и все вот и как бы если и вот это можно преобразовать в самое крайне правое выражение по сути вы просто переумножаете две маски а потом складываете квадраты этих штук опять же как бы это эквивалентное преобразование и если мы давайте теперь предположим что у нас маски идеально совпадают две маски идеально совпадают значит вот эта штука вам даст единицу вот а это тоже и сократится у вас эти штуки и снизу квадраты для того чтобы как бы на самом деле это приближение скорее вот этого дела но скорее то у вас уже скорее единицы 0 предсказанной маски да это факт да как как бы вам объяснить по суть у вас п тру по сути это бинарная маска и п пред это должны быть бинарной маски в конечном итоге до epsilon сверху но это опять же для стабильности чтобы у вас деление на 0 например не произошло такое одну сверху это для того ну как бы чтобы у вас по сути реально когда они совпадают у вас лосс был 0 потому что если вы снизу только добавить epsilon у вас не получится нуля соответственно давайте рассмотрим случай когда у вас маски идеально совпадают по сути у вас вот этот лосс превратится в ноль если они не совпадают то у вас сверху получится как раз 0 ну и снизу тоже и ипсон то у вас пропадут вернее с точностью до ипсон то вы сейчас соображу сам до снизу 0 не будет да да с точки зрения с точки зрения когда они совпадают у вас будет здесь ровная единица вот хорошо с точки как как это можно представить с помощью кода ну по сути на самом деле вот как формуле это и есть так и и происходит то есть мы перемножаем одну маску на другую и суммируем по 2 2 3 размерности то есть по сути по h и v и также здесь применяйте square то есть квадраты и тоже производите суммирование все с точки зрения того как всего этого обучения всего этого дела значит реснет юнет это у нас вот эта штука которую мы с вами разбирали сверху вот то есть эта модель дальше что здесь предлагается делать здесь вам предлагается заморозить энкодер полностью и обучать только декодер фичи и в том числе вот эти сверки один на один которые мы с вами обсуждали как бы на практике это можно иногда полезно делать где-то ну в зависимости от задачи может быть вам и не полезно этого делать ну опять же нужно экспериментировать с этим всем делом вот дальше здесь у вас все то же самое что и раньше то есть мы рассматриваем бач получаем x и y и после чего мы считаем binary кросс энтропию и дайс лосс и причем в совокупности у нас лосс будет равен линейной комбинации этих двух лоссов с коэффициентом bc вейт в данном случае это 09 соответственно мы bc возьмем с 09 дайс лосс с 01 и таким образом все будем обучать о смысле нет скорее нужен как раз binary кросс энтропии дайс лосс он вам скорее я как я говорил он мы с помощью да 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 это первый коэффициент что касается комбинации как вы по-другому все это представляете то есть как бы чаще всего так и происходит то есть берутся с разными весами лосс функции и от этого комбинируем важность то и но лосс функции вот это опять же 1 2 0 9 здесь скорее от балды взято но как бы логика в этом есть и если вы опять же будете читать статьи какие-то научные то очень часто например есть такой параметра анализа в каждой статье очень часто перебирают на каких-то датасетах пытаются найти наилучшую комбинацию тех или иных лосс функций здесь еще важный момент как бы в абсолютных значениях у вас лосс функции тоже уже могут иметь разные то есть они обязательности нормированные поэтому выбор веса от этого тоже у вас может зависеть то есть условно если у вас лосс функция 1 выдает что-то зипа зона 0 1 а другая 0 100 наверное логично в сто раз уменьшить вот опять же если в этом нету какой-либо логики вот дальше здесь опять же прописано валидейшн степ и конфигурация оптимизаторов но здесь все опять же вам знакомое должно быть и мы почти дошли до конца как бы не удивительно это звучало и мы это сейчас обучим и посмотрим параллельно кстати раз вопрос возник у нас очень много времени сегодня да и раз возник вопрос про веса мы можем посмотреть если мы изменим вес что у нас визуально поменяется но это просто вы значит если мы вспомним как у нас нейросеть устроена то мы можем предсказать предположить что у вас есть какие-то более значимые нейроны с более высокими значениями то есть есть совсем значимые нейроны есть вот это вот что-то исключаем оставшиеся тем у которых порядок выше и мы не могли их количество но по сути это мертвый нейрон у вас по большому счету через них ничего не но это опять же будет говорить о том что скорее всего эту нейросеть сможете уменьшить потому что в комбинации они у вас дают какой-то ответ дает может да это значит ну то есть есть две крайность первое как ваш коллега описал что может добыть много же маленьких нейронов в совокупность все они такие тогда скорее всего это говорит о том что даже здесь можно что-то архитектурное придумать чтобы уменьшить вычислительный слой если же у вас есть какие-то значимые а эти маленькие то это тоже может говорить о том что эти нейрон непосредственно мертвые и их тоже можно потенциально тоже убрать да и опять же раз тему затронули на практике очень часто бывает такое что когда вы у вас есть какая-то модель она может у вас очень медленно начать работать то есть вот одна и та же архитектура и она вот с одними весами у вас медленно может работать другими быстрее но как раз это связано с тем что у вас при обучении получилось так что очень много маленьких нейронов около нулевых и вы их как вынуждены считать я это с вычислительной точки зрения сложно и поэтому на практике проходит по всем весам нейросети и очень маленькие значения прям за нуляют полностью ну по идее вы можете это попробую сделать да 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 то есть тот же у nnx у nnx да как бы он скажем так для того же у nnx а вот этот ноль это не то что 0 0 0 0 0 0 1 который у вас там был и поэтому да действительно мы можем так эффективнее производить вычисления это во первых во вторых как бы ну вот там приколы вот с этими мантисами возникают этими экспонентами и прочим так наконец-то под наше общение здесь что-то обучилась давайте посмотрим что визуализируется значит так вот что у нас получилось у нас получилось что ну вот что я вижу вот тут квадрат у нас не очень до отработал то есть по сути как бы он правильно предсказал класс его но вот с точки зрения формы накосячил ну и вообще я как бы так на глаз вижу что с квадратами есть некоторые проблемы да да вот давайте это попробуем сделать что ну вот смотрите binary cross entropy она по сути пытается для каждого пикселя определить ноль или единиц но при этом как бы он работает в рамках пикселя и он не учитывает общую вот как представление о форме объекта да и слоза же он же как бы у вас идет пересечение с граунд трусом и вы можете для каждого объекта непосредственно как бы волос считайте по всему объекту грубо говоря уже они по конкретному пикселю поэтому вот сейчас у нас есть мысль давайте уменьшим без bc ну давайте ну пусть будет ну давайте 075 хотел 05 что прямо у них раньше был ну давайте попробуем так вот да как раз про это я вам чуть позже хотел бы рассказать хоть в этом ноутбуке этого нет на самом деле задача детекции в задачи сегментации особенно instance ну как бы instant сегментации спойлер очень скоррелирует с детекцией и да вот есть retina нет по сути это у вас детекция плюсе instant сегментация одновременно и действительно их задать мы уже знакомы в задачи классификации с понятием дисбаланса на самом деле этот дисбаланс имеет место быть и в задачи сегментации и детектировать и в чем чаще возникает дисбаланс да в том что у вас фон является вот этим основным элементом дисбаланса источника вот и соответственно в одна из один из способов на самом деле да и слоссом в какой-то степени позволяет вам с дисбалансом бороться это первый момент второй момент какие еще есть лосс функции это focal loss вам сегодня рассказывали про него кому-то рассказывали кому-то не да сейчас как раз мы с вами его рассмотрим кросс энтропия но бинарная кросс энтропии по сути у вас так сейчас во-первых квадрат стал вроде получше на треугольник вот здесь облажался он начал с квадратом путаться это вот возможно потому что мы да то есть смотрите с точки зрения фигур стало лучше но вот с точки зрения непосредственно классификации пикселей есть проблем поэтому как бы здесь возможным давайте раз мы тут раз пошла пьянка как говорится давайте попробуем не знаю коэффициент под 08 поставим но и пусть обучается теперь возвращаясь к вашей к вопросу как выглядит байнерик россын тропии байнерик россын тропии выглядит вот так вот вот так вот вот кросс энтропии же соответственно это у вас просто ну по сути это кросс энтропии есть обобщение бинарной кросс энтропии потому что кросс энтропии если мы уберем слово байнере она выглядит вот так вот вот а и раз мы тут все параллельно начали фокал лосс соответственно фокал лосс тоже можно смотреть вот на это легендарной картиночки а идея фокал лосса заключается в том что у вас здесь появляется коэффициент как букву ты называл господи гамма и чем идея в том что вы можете перебирать эту гамму и как бы по сути у вас здесь гамма это как раз отвечает за фон и чем больше вы ставите гамма тем у вас значение лосс функции становится меньше для уверенных классов и таким образом вы гасите вот дисбаланс класс да 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 а вот другие классы которые у вас менее уверены то есть ну да в этом идея фокал лосс так смотрите кажется мы нашли более-менее что-то похоже на правду то есть у нас сейчас 08 мы взяли да да он у нас пересекается как бы ну да потому что по сути вы должны тут в данном случае мы хотим чтобы две маски у нас в двух масках это все дело предсказать если вы обратите внимание вот сюда то есть у вас здесь одновременно синие и желтые пиксели сегмоидом но и соответственно да конечно из как бы ну и задача такая вот и соответственно если был бы софт макс вы бы уже не смогли бы наложение сделать а сегмоидами мы можем да да вот соответственно вот мы с вами рассмотрели сегментацию здесь еще чего вам предлагается идея для улучшения я к вам проговорю устно ну во первых да вот про накоплены знания с прошлых семинаров то есть вам намек на аугментации и на шедлеры всякие все в этом духе дальше функции потери опять же то что мы с вами вот проговорили про focal loss на самом деле есть и другие лосс функции но это как бы основные и наиболее известны дальше здесь предлагается вам что вы можете поэкспериментировать с разморозкой слоев в реснет 18 мы сейчас заморозили реснет полностью можно там часть разморозить опять же что мы с вами разбирали на семинар увеличение батч сайза тоже очень часто всех задач сегментации вам может помочь learning rate schedulers это я вам сказал и что из интересного на самом деле как бы вам сегодня рассказали множество подходов современных связанной сегментации но я как бы спойлер сделал в том что очень часто они в итоге все завязаны на юнет подобных архитектур и халявный способ как улучшить качество вы просто можете изменить архитектуру энкодера то есть не взять не раз нет 18 который мы сейчас взяли а какой-нибудь например более жирный реснет или на какую-то более продвинутую архитектуру в плане там не знаю конфнекста какого-нибудь или что-то в этом духе но опять же тут нужно искать трейдов между вычислительных затрат если у вас есть такая задача дополнительная и качество вот поэтому сегментация как-то вот сейчас работает таким образом вот